здравствуйте на государственном телевидении западная армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире лидия маркусян приняла участие на обсуждении права нации и национальных внешность на самоопределение видео с открытия дней памяти памятниковеда самуэла карапетяна в районе ераска произошла перестрелка приграничные стычки продолжаются библиотеки арцаха пополняются разносторонней литературой иммунитет армянского народа его победы республика армения айпост представила три новых марки последняя церемония прощания со всемирно известным дудукистом дживаном гаспарянам состоится в концертном зале арама хачатуряна министр иностранных дел республики западной армении лидия маркусян выступила на форме посвященному праву коренных народов и меньшинств на самоопределение лидия маркусян напомнила истории армян западной армении что армения расположена на территории западной армении является одной из первых стран в мире госпожа маркусян напомнила территориальной оккупации западной армении турции с 1920 года с тех пор как союзные державы представили армении независимость на территории западной армении с тех пор и до 2004 года из-за отсутствия представительства армяне западной армении сформировали свой национальный совет шуши а в 2011 году свое правительство и парламент, чтобы взять свою судьбу в свои руки. Лидия Маркосян первый раз выступила в 16.10. Затем она задала вопрос специальному докладчику в час 22. В рамках мероприятия 11 июля Самвел Карапетян был посмертно награжден медалями президентом Республики Западной Армении Арменаком Абрамяном и основателем президентом военно-патриотической благотворительной общественной организации ВАГН Карапетом Карапетяном. Вечером 19 июля вооруженные силы Азербайджана в очередной раз прибивали к провокационным действиям, начиная с 18.40. Об этом заявили в Управлении информацией по связям с общественностью Министерства обороны Армении, подчеркнув, что с армянской стороны жертв нет. Согласно источнику Минобороны Армении, решительно осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны и предупреждает, что любая подобная акция получит решительный ответ с армянской стороны. Вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана, подтвердили в ведомстве. По данным Минобороны, 19 июля инцидент также был зарегистрирован в приграничном районе села Тексюникской области. Действительно, водитель коммунального комбайна, дезориентировавшись в местности, оказался в зоне подконтрольной азербайджанским вооруженным силам. Чтобы облегчить утрату книжных коллекций Арцаха после 44-дневной войны в Арцахе, 13 мая Армянская библиотечная ассоциация, Национальная ассоциация издателей Армении, при поддержке Министерства образования и науки Армении и Арцаха, инициировали сбор книг под названием «Книга лента об Арцахе». Финальное мероприятие книжного собрания прошло 19 июля в Национальной детской библиотеке имени Хэнкоапера. Директор библиотеки Рузан Тоноян подчеркнула, что в библиотеке издатели и частные лица присоединились к инициативе, в результате чего у них есть около 4000 единиц литературы, которые будут официально переданы в дар Арцаху, пытаясь восполнить пробел, потерю которую имеют библиотеки Арцаха. Она выразила надежду, что инициатива будет продолжена. Министр образования и науки Арцахской республики Лусина Караханян подчеркнула, что после 44-дневной Арцахской войны они понесли значительные человеческие, культурные и материальные потери. «У нас 25 погибших в сфере образования, две жертвы в серии культуры, один пропавший без вести. В сфере спорта до четырех десятков пострадавших, среди которых есть чемпионы Европы по различным видам спорта», напомнила Караханян. Говоря об утрате культурного наследия, министр сообщила, что утеряно около 2000 памятников, 10 государственных и двух частных музеев и более 20 тысяч экспонатов. На оккупированных врагом территориях осталось 127 общественно-школьных библиотек и 618 тысяч книг. Карманные политики. Историки и эксперты азербайджанских властей день и ночь заняты искажением нашей истории. Национальность этих людей здесь совершенно не важна, потому что те, кто продают за деньги свою совесть и честь специалиста, не принадлежат какой-либо национальности. Такие люди обычно используют труды и анализы других историков и экспертов как доказательство. Например, Олег Кузнецов, историк и военный эксперт, публикующий заметные антиармянские статьи, недавно был причастен к искажению героической истории 89-й гвардейской дивизии Красного Знамени и ордена Кутузова 2-й степени Таманяна. В частности, в одной из своих статей Кузнецов приводит ложные сведения об истории дивизии, ставя под сомнение тот факт, что армянская 89-я дивизия победно вошла в Берлин. Автор статьи намеренно распространяет ложную информацию о событиях на Кавказском фронте во время Второй мировой войны в СССР, оскорбляя и искажая славное название дивизии. Этим он хочет унизить неоценимую роль армян в победе в Великой Отечественной войне. На самом деле, фальсификаторам истории придется немало потрудиться, потому что, чтобы скрыть правду, им придется исказить этот период истории во Франции, США и во всех странах, где зафиксировано героическое прошлое армян. Адресатом всего этого является не только международное сообщество и научная общественность, но и ослабление иммунитета армянского народа, сильного благодаря самопознанию. А победы даже прошлые – это искры, которые могут зажечь большой огонь. Полный текст статьи доступен в последующей ссылке. Сегодня Айпост выпустит в оборот три марки, посвященные памятникам истории и культуры. Памятники истории и культуры Армении, как сказано в сообщении Zao Айпост, вместе с тремя почтовыми марками номиналом в 230, 290 и 330 драмов, Айпост выдала подарочный купон на 120 драмов. Выручка от продажи купонов будет направлена на сохранение памятников истории и культуры Армении. На марке номиналом в 230 драмов изображена часть церкви Святого Паоса Петроса, монастыря Акджос в Хосровском заповеднике Араратской области XIII века. На марке номиналом 290 драмов изображен монастырь Гандасар, расположенный в селе Ванг в Арцахе, тоже XIII века н.э. На марке номиналом 330 драмов изображен монастырь Амарас, расположенный в селе Мачкалашен в Арцахе, 4 век н.э. Дата выхода 20 июля 2021 года. Фотографии Самвела Карапетяна, монастырь Акджос. Завена Сарксяна, монастырь Гандасар. Игра Эребаза Хачаряна, монастырь Амарас. Последняя церемония прощания со всемирно известным дудукистом Дживаном Гаспаряном состоится в концертном зале Арама Хачатуряна. По адресу проспект Мисропа, Маштоца, 46, 24 июля с 11.00 до 14.00. Тело будет похоронено в понтоне Комитаса. В связи с этим в сообщении правительственной комиссии говорится, армянская культура понесла безвратную устрату, ушел из жизни Дживан Гаспарян, имя которой не нуждается в комментариях ни в Армении, ни за ее пределами, с востока на запад и с юга на север. Он был музыкантом, в руках которого традиционный армянский абрикосовый дудук раскрывал об истоках нашего национального существования. Но в то же время это волнующее душу, слово стало понятным, приемлемым и любимым в различных меридианах, не только благодаря магии исключительного мастерства исполнения, но и благодаря магии и таланта пробуждать тончайшие струны внутреннего мира человека и создать универсальное магнитное поле. Действительно, он был знаком призыва армянской земли, мира вокруг нас. Далее для вас Александр Рутюнян, Апаран Нигоровель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте Государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.